Всем привет! Мы продолжим делать нашу игру, и сегодня мы займёмся тем, что мы сделаем подбор камня точно такой же, как и с нашим деревом. То есть вот так вот мы научимся брать наши камни, вот точно так же, как и деревья. Ну что ж, давайте научимся это делать. Вот. Делается это очень легко, в принципе. Нам надо будет только скопировать события, где мы подбираем брёвна. Также ещё нам понадобится сделать новую переменную у камня. Тоже назовём количество. И давайте теперь заменим везде бревно на камень. То есть мы подбираем камень. Так, смотрим. Так, вот. Да, 19-й спрайт. Если мы дотрагиваемся до 19-го спрайта и нажимаем на букву Е, так и дальше у нас идёт определение, дотрагивается ли наш камень до ячейки. Если камень дотрагивается, то у нас идёт определение приватной переменной у спрайта 15. Если приватное переменное количество у спрайта 15, ну, допустим, меньше 5, то у нас идёт добавление нашей приватной переменной камня. Количество. Так, если у нас приватное переменное количество меньше 5, то у нас добавляется одно количество. Так, у нас определяется здесь, дотрагивается ли наша ячейка или не дотрагивается. Если она не дотрагивается, то у нас идёт определение приватной перемены у ячейки. Если у нас есть свободная ячейка, то у нас идёт спавн объекта спрайт 15 на слой 4 и в нашу ячейку. То есть спрайт 11.x и спрайт 11.y. Смотрим, что у нас из этого получилось. Вот, мы можем подойти и взять камень, и у нас появляется здесь камень. Но у нас здесь нету текста. Теперь давайте делаем так, чтобы у нашего камня был бы тоже свой текст, который будет показывать количество камней. Мы добавляем новый текст. Называем камень-текст. И что мы делаем дальше? Дальше мы должны будем поставить point. Давайте point поставим немножечко пониже, новый. Вот сюда. Так, вот. Теперь давайте сделаем точно такое же событие, как и для спрайта 14. То есть для дерева. То есть наш текст камень-текст определяет текст, такой же, как для спрайта 14, только мы ставим спрайт 15. Так, сейчас проверим. Да, для спрайта 15. Так, еще нам будет добавить этот текст в контейнер камню. Вот так вот. Смотрим, что у нас теперь получилось. И мы видим то, что у нас теперь все правильно работает. Ну вот, поздравляем. Мы с вами уже сделали подбор камня и дерева. Мы еще можем брать топор и кирки. Ну вот, в принципе, мы сегодня сделали подбор и камня. Ну давайте напоследок мы сделаем так, чтобы вот эти желтые спрайты были бы не видны. И на этом мы урок закончим. Но чтобы сделать так, чтобы все наши желтые спрайты были не видны очень легко, находим наш твердый желтый спрайт и делаем его невидимым просто. И все. Так, ну вот, мы научились подбирать уже камень, научились подбирать деревья, научились подбирать топор, научились подбирать кирку. Ну, в следующей части мы уже начнем делать робку деревьев. То есть, если у нас будет в руках топор, то... И мы будем подходить еще к дереву, и мы будем нажимать на какую-нибудь кнопку, даже не знаю на какую кнопку. Вот, мы потом посмотрим, то наши деревья будут рубиться. Ну, а позже мы сделаем добычу камня, и потом мы сделаем сбор ягод. Вот, ну, для ягод нам надо будет еще добавить ягоды для ингентаря. Но это сделать очень легко, я даже, может, не буду вам показывать, как это делать, а вы сами сможете уже сделать, потому что мы научились делать подбор и с топором, и с киркой, и с деревом, и камнем. Ну, если вы смотрели курс, то это сделать несложно, как вы видели. Ну вот, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и ждите следующую часть. Всем пока!